итак добрый день меня зовут юля добро пожаловать на мой канал сегодня будет так в таком вот в ракурсе которым давно я не снимала а точнее это будет только второй раз когда я так снимаю тех называется исповедь блогера ну и давайте приступим я буду вышивать химеру вы будете со мной вышивать тоже итак у нас есть 13 вопросов будем пытаться на них ответить итак сколько часов в неделю тратишь на съемку и монтаж видео сколько трачу в неделю могу тратить где-то до трех часов это на съемку монтаж у меня идет примерно максимум на два часа потому что я нормально подрезаю там то что я хожу там стою не встаю и в общем то что еще и я стараюсь когда я ставлю на монтаж или вышивать в это время или делать домашнюю работу типа там посуду помыть что-нибудь доготовить из того что надо доготовить вот такой технические моменты решают то есть пока технические видео собирается я технику я решаю технические вопросы домашние в неделю я не слишком много уделяю времени исключением являются трансляции это тогда плюс час плюс два часа в неделю то есть в общем то немного с учетом того сколько я вышиваю а вышиваю я намного больше чем снимаю конечно же потому что при съемке у меня замедляется моё ну скорость моей вышивки следующий вопрос я надеюсь меня слышно звучит он так так ты транжира или экономный человек если брать вышивку я экономный человек ну и в принципе в жизни тоже я не люблю тратиться на вещи которые у меня там будут в третьем или в четвертом экземпляре на те вещи которые не нужны поэтому тут я скажу что я просто живу по необходимости больше ничего так есть надо фломастер какой-нибудь выбрать пусть будет этот фиолетовый сейчас я отмечаю что я вышила в общем я считаю что я экономный человек я стараюсь особо не транжирить приведу пример у меня сейчас фотоаппарат на который я снимаю в нем уже тортится батарея то срок годности и в общем то это мой телефон тоже он как бы ему уже два или три года по моему два я обычно раз в два года меняю телефоны так вот получается что мне сейчас выгоднее купить новый телефон причем тот который я выбрала он уже не актуален потому что вышла следующая модель буквально через две недели и в общем скорее всего что будем ее покупать следующую модель она и подороже в общем но она и отслужит опять таки свои два года я буду нормально с ней себя чувствовать поэтому вот скорее всего я все таки экономный человек а фотоаппарат ну пока батарея будет жива значит буду я снимать если не будет ну значит не будет всему есть свой срок годности дальше вопрос номер три когда тебе проще всего снимать когда я дома одна ну и когда мой муж дома то это тоже ничего страшного кроме того что когда я что-то рассказываю он может выйти из комнаты и это будет слышно но обычно я стараюсь подрезать такой момент еще мой кот может пойти в туалет ну поскольку это тэг исповедь блогера что тут скрывать коты ходят в туалет дальше дальше вопрос номер четыре что помогать тебе расслабиться перед камерой обычно это чтобы не было больших простоев то есть во время съемок то есть я должна время от времени все время снимать потому что чем дольше не снимаешь тем дольше потом ходишь в русло так сказать опять вспоминаешь привычку своим и ну в принципе что обычно мне очень помогает это то что я просто человек и меня смотрят тоже просто люди и если даже это не просто люди это скорее всего мои подписчики я все-таки склонна полагать что они помнят что я тоже просто человек и не должна как-то там особо выглядеть или что-то особо умное рассказывать или супер четкое у меня должно быть произношение правильное произношение всех слов то есть я все-таки себя этим убеждаю но это не означает что я не волнуюсь тогда когда я снимаю я всегда волнуюсь что я наговорю ну там что бы мне подумают это проблемы тех людей которые думают обо мне это нормально для меня то есть спорить и переубеждать смысла нету возраст не тот и все такое вот такой секрет у меня дальше вопрос номер пять какая у тебя самая дурная привычка в макияже уходе или укладке волос самая дурная это ее отсутствие вот так вот да у меня волосы тяжелые в основном это обычно средняя длина которую я ношу я их просто укладываю один раз в пять дней с помощью специального масла там кончики а все остальное как бы у меня в порядке как помыл то есть я мою голову раз в пять дней и для меня этого достаточно благодаря моему шампуню дальше по макияжу самый прикол в том что он минимальный обычно то есть у меня все таки с этикетом все в порядке я днем это дневной макияж а вечерний сейчас мало каких-то таких мероприятий на которые я должна там в вечерний макияж заходить поэтому с макияжем у меня тоже все очень быстро без фанатизма так сказать ну я ответила так мудрое изречение по которому ты хотела бы чтобы жил весь мир я хочу просто чтобы все люди помнили что все все беды они возвращаются если ты кому-то что-то сделал тебе это вернется и чтобы все помнили что не бывает идеальных людей и третье сюда жить надо это как-то за все закруглить так сказать нельзя человека заставить что-то делать особенно взрослого человека переделывать его под себя потому что как только ты переделаешь его под себя тебе этот человек больше не нужен будет тебе перестанет быть с ним интересно то есть это о запрете дружить там с друзьями которые не нравятся другим твоим друзьям и так далее особенно мне нравятся эти приколы когда там дружишь с человеком двадцать лет и тут вот новый какой-то у тебя там знакомый решил тебе рассказать что это плохой человек с ним лучше не дружить и там и он мне не нравится скорее всего что у меня будет обратная реакция я перестану общаться с тем человеком который мне об этом говорит потому что я с изначальным человеком дружу двадцать лет и мнение со стороны может быть ошибочным скорее всего так и будет а если ошибаюсь я это мои проблемы не хочу потом никому рассказывать что понимаешь я там вот послушалась там того-то совета прости меня человек может не простить вам за то что вы как-то послушали два слова постороннего а двадцать лет вашей дружбы как будто ничего не значили дальше вопрос номер семь сколько времени ты тратишь каждый день на сбор если на сбор на работу это где-то полчаса если на сбор на вышивку это вообще пять минут потому что у меня все так организовано что я в принципе у меня все стоит на месте ну а если сюда еще присоединить куда еще могу собираться это спортзал то там тоже не очень долго потому что обычно сумка собрана еще с предыдущего раза туда только дополняется полотенце и душ и все я готова идти в спортзал дальше то есть я вообще я очень быстро собираюсь у меня и стараюсь никогда не опаздывать на встречи восьмое твое любимое видео на youtube я люблю видео на youtube это сейчас на данный момент на 25 апреля 2019 года это видео смотреть когда поезд едет по своей железной дороге и смотреть куда он там едет еще я люблю посмотреть нью-йорк такси или машины вот они ездят по улицам нью-йорка мне нравится чикаго посмотреть метрополитен который у них там типа аля метрополитена такого плана мне видео вообще очень расслабляют из рукодельного я люблю посмотреть то что подлиннее видео да то которое подлиннее для того чтобы повышевать подольше побыть человеком подольше вдруг он расскажет что-то новенькое так сейчас я хочу довышевать и проверить камеру она там вообще снимает или нет это будет смешно если нет потому что она каждые 20 минут должна отключаться но я не думаю что уже прошло 20 минут так я хочу встать но мне надо закончить тоже ниточку фрагментов сказать так давайте следующий вопрос youtube блогер который на твой на твой взгляд заслуживает больше подписчиков и просмотров чем он уже имеет такого человека сейчас нету есть Танюша я оставлю ссылочку на ее канал у нее она мне пишет последние несколько недель у нее сейчас проблема как бы ну как проблема у меня мало подписчиков меньше ста и у нее три вида хобби одно это вязание второе сборка алмазной ну вот алмазика вот этих вот картин которые блестят и она еще вышивает крестиком у нее уже достаточно вроде видео на канале она участвует в СП то есть все технические моменты она соблюла но что-то девчонки ее не смотрят я посоветовала ей все-таки оставить все три вида ее хобби на одном канале и сортировать их просто по листам вот и все так сейчас я пойду посмотрю что там с камерой все в порядке так я надеюсь меня слышно дальше вопрос 10 самый неловкий момент во время съемки видео не знаю когда у тебя что-то падает и самый нелюбимый момент моих подписчиц когда во время трансляции может позвонить мой партнер мой бухгалтер и там какие-то вопросы и я к сожалению не могу отклонять его телефонные звонки к сожалению моих подписчиц но девочки все-таки понимают что это одно но с другой стороны как бы налоги для меня важнее правильно заплатить чем прямой эфир вот честно без приколов как бы потому что мой девиз все документы должны быть в порядке заплатил налоги сдал отчет спи спокойно вот поэтому как бы тут такой это самый неловкий момент который я отложить не могу никуда и многие даже злятся по этому поводу но все есть так как есть и я постоянно напоминаю что девочки это мой канал я ставлю тут приоритеты а вы мои подписчики можете с ними соглашаться или не соглашаться но обижаться не стоит дальше так одиннадцатый вопрос читаю сколько времени занимает подготовка к видео минут пятнадцать обычно сегодня я читаю тех с бумажки то есть я села пять минут переписывала обычно я его читаю с экрана ноутбука потому что я все копирую в электронный вариант все вопросы ну в принципе для видео мне только выставление самой камеры это пять десять минут просто я чуть-чуть по-другому расставляю свои преднадлежности то есть коробку с нитками ножницы иголку так чтобы было удобненько ну и раков был хороший тут вот вопрос забота о моем зрителе о моих подписчиков чтобы все было видно все было слышно даже для этого у меня были замечания девочек что когда у меня прямые трансляции у меня такой голос с металлическими нотками мы мы это я громко сказала мой муж выяснил что это все-таки микрофон который находится на ноутбуке и мы и мы и я заказала короче микрофон я даже попробовала его настроить примерно я поняла где что примерно вот но пока не буду беспокоить мужа по поводу того чтобы если будут еще жалобы тогда я уже буду звать мужа это я часто делаю то на трансляции то еще что-то и последнее видео которое у меня было на канале это мы тестировали это видео и я случайно короче забыла закрыть трансляцию когда пробовала чтобы голос послушать и короче там со Славиком мы разговаривали так кстати у меня открыто окно кто не знает я живу в Киеве на первом этаже и тут сейчас уже обед и дети возвращаются со школы вы сможете услышать голоса детей и собак вот вопрос номер двенадцать во время съемки на тебя обычно уличные брюки юбка или домашние треники или пижама я скажу больше на мне бывает разная одежда ну конечно все зависит от того в какой момент я снимаю видео почему потому что боже это девочка собака боже бедная собака так вот все дело в том что иногда я снимаю быстренько видео после того как мы приехали с работы иногда это бывает я домашняя то есть обычно это в трансляции для меня ничего страшного нету если я снимаюсь в специальной домашней теплой одежке для меня это ничего страшного для зрителей ну у нас нету никаких жестких правил что я должна быть там с полным макапом какой-то шикарно начесанной укладкой и все такое поэтому для меня вообще нету такого правила что я должна быть в отутюженной какой-то белой блузки как пионер поэтому я могу быть разной кто кто давно на меня подписан тот знает что я я могу прикалываться даже по этому поводу с прической с одежкой подкалывать сама себя по этому поводу поэтому как бы у меня все в порядке я могу быть разной то есть я бываю разной на своем канале так я тут пока зачеркиваю заодно сравниваю все ли я правильно повышевала вопрос номер тринадцатый он заключительный чем ты больше всего гордишься в жизни я горжусь собой такой какая я есть и все чем мне еще можно гордиться я еще мало прожила только 36 не горжусь я какими-нибудь там своими родственниками почему потому что я готова принимать все решения которые делаю я и не сожалеть о них и как-то сказать сама с собой договориться проще чем оправдать какого-то человека самого близкого тебе в его решениях в его поведении поэтому я точно могу сказать что для гордости может быть только один человек это вы сами и гордость заключается в том что вы живете в согласии с собой что вы сегодня лучше чем вчера и решение которое вы принимаете это те решения которые на сегодняшний момент по обстоятельствам самые идеальные для решения какого-либо вопроса или ситуации а все что будет завтра это будет завтра и сожалеть об этом не стоит вот такой был тег я продолжаю вышивать спасибо что вы были со мной надеюсь вы подсмотрели какие-то маленькие технические моменты я тоже кстати их подсмотрю когда буду монтировать это видео как у меня стоят руки сзади потому что обычно я вижу только то что впереди то что передо мной и меня часто спрашивали как я подрезаю нитку и не режу канву и не режу себе пальцы и в общем-то такое все поэтому я тоже посмотрю как это у меня получается делать всем спасибо что вы были со мной спасибо за ваши комментарии буду рада их прочитать всем пока